Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. Рада видеть вас снова на моем канале, где я делюсь своими буднями. Но сегодня, в воскресенье, у нас кулинарный сюжет. И вы знаете, что всегда вас ждет что-то вкусненькое. У меня сегодня будет сборный сюжет из нескольких блюд. Так как, честно говоря, сейчас в таком стрессе находимся, что готовить практически некогда, а снимать тем более. Но я с вами делюсь в любом случае очень интересными быстрыми рецептами, которые я готовлю сейчас на скорую руку, так как кушать все равно нужно. Интересна эта тема? Поехали вместе со мной. Итак, я буду делать сейчас яичный салат. Значит, я нарвала, отрезала укропчика и такой вот молодой шнитлаух называется лучок. Он пахнет луком, но когда ты его ешь, не пахнет изо рта. Вот так можно сказать. Вот такой вот он очень тоненький. У нас, как видите, первый урожай. И яйца. Я это все сейчас почищу. И тру на терке, на крупной. Можно, конечно, резать кубиками. Но в моей ситуации все проще есть, когда это все потерто. Так, чтобы вас не напрягать особо, возьму туда же огурчик свеженький. Потому что грызть я его не могу, а в таком салате будет просто великолепно. Можно добавить редиску. И потом я миленько натру еще зелень. И пока я это все делаю, я думаю, что можно быстро сделать из вишни. У меня ее немного. Мы были на ферме у нашего мера. И там растет дерево с вишней кислой. И он мне разрешил нарвать чуть-чуть. Даже не знаю, там, наверное, грамм 200 получилось. Но, может быть, в какой-то бисквит можно будет ее применить. Все. Главное, чуть-чуть измельчить это все. Можно выдавить туда чесночок. Йогурт греческий вместо соуса. У меня есть сметана. Можно, наверное, и майонез. Кто как любит, да? Буду это все сейчас на ходу придумывать. И можно даже вот так вот просто резать. Очень вкусно пахнет, но запаха при этом нет, как у лука. Не воняет изо рта. Ну и полезные витаминки. Витаминная бомба. Можно, конечно же, сюда добавить еще тунец консервированный. Будет еще вкуснее. И греночки. И сыр потереть. Можно разнообразить, как вы хотите. Все. Делаю много. Так, пользуясь случаем, что нам сейчас нужно будет менять все бытовые приборы, всю бытовую технику, я хочу полностью поменять кухню. Я хочу сделать кухню здесь. Мне не нравится, что там в другой комнате плита, здесь мойка, там причиндалы разные. Я хочу, чтобы это все было в одном месте, как в обычной кухне. Так что впереди планы наполеоновские. Смотрите, какой красивый получается салатик. Главное, летний. Опять-таки, да, можно было бы и окрошку сделать, да. Но, честно говоря, признаюсь, я никогда ее не ела, не пробовала. И даже не знаю, как решиться, потому что для меня это такой какой-то суп из оливье. Не совсем я его понимаю. Вот, сейчас тоже получилось немножко жидковато. Ну, такой вот вкусненький. Вот, у меня еще есть отварная картошечка. И, в принципе, я и сюда сейчас потру эту картошку, чтобы он был более сытный и можно было уже ничего не есть. Видите, как она прекрасно чистится? Вот, потому что молоденькая, да. Отварила я ее в мундирке. Так, и все. Тоже давайте натрем ее на терку крупную. Вот такой салатик у нас сварганили быстро. Так, что еще можно сюда придумать? Конечно, можно кунец, но не хочу. Все, готово. Видите, сразу руки помыл, и прекрасно. А там мне надо идти в другую комнату, потом это все там мыть. Нет, не хочу. Чуть-чуть соли еще. Можно, конечно, еще сыр сюда потереть. Значит, у меня есть тесто. Самый простой вариант, когда тесто уже есть. Нагреваем духовку на 200 градусов. Так, это у нас все сделали. Посыпаем орешками дно. Это делается для того, чтобы не было мокрое тесто. Оно создает такой барьер, преграду. Значит, здесь я выбиваю 3 яйца. Все это взбиваю. Чуть-чуть сахара. Сливки добавлю. Вкусненько. Вот так вот у меня вишни, причем кисленькие. Сейчас я ее уже быстро в руками. Все это... Чтоб вам не было скучно. Буду вам рассказывать, да, что мы сейчас едем на фестиваль вишни. Герой называется городок. Там нас ждет Ирина с Филиппом. Конечно же, я об этом сниму отдельный сюжет. Вот, поэтому у нас немножко такая спешка. Вот так, как все нужно успеть. Ой, вишня потрясающая. Именно вот как я ее знаю с детства. Да, вот здесь она называется кислая вишня. Так, я ее обожаю. С вишней все. И вареники, и выпечку, и рулеты с творогом. С вишней. И вишня с маком. Купили машинку для чистки вишни. Нам, как видите, проще все руками сделать, пока достанешь эту машинку. Теперь вишенку. Можно ее в крахмале обмакнуть, но не обязательно. Этот сок, который у нас чуть-чуть остался, мы добавим в этот гусс, так называемый. Теперь просто это все заливаем. И ставим выпекаться. Отправляем выпекаться в духовку на температуру 200 градусов на 30-40 минут. И вот такой потрясающий получается пирог. Тесто оказалось слоеное. Полчаса и готово. А ну-ка, ну-ка, Сайло. А ну-ка, ну-ка, Сайло. А ну-ка, ну-ка, Сайло. Угу. Окей. Так как мы уезжаем на неделю, то мы решили не просто все собрать, но еще и почистить. Потому что очень много плохой, больной, чтобы она не заражала других. Это хорошее. А есть, например, вот такая. Такую мы срываем и все чистим. Так, насобирала черешню, отсортировала, пока не пошел проливной дождь. И сейчас вот из вот этого либо конфитюр сделаю, либо наливку, ликер. Посмотрим, на что хватит. Так, у меня мало совсем, да? 550 грамм. Так, ну хотя бы давайте до килограмма насобираю. Сахар, он уже идет для конфитюров немножко желирующий. Его нужно один к одному. Итак, берем сахар. И здесь я еще добавлю немножко лимона. Все. Буквально пять минут и можно будет уже разливать в баночку. Лимоны я вытащу. Они тут просто для вкуса. Песня. Сахар. Сахар. Все. банок у меня не оказалось маленьких пришлось делать большую впервые сделала конфитюр из черешни интересно какая она будет на вкус а вы пробовали уже конфитюр из черешни поделитесь в комментариях спасибо что посмотрели этот сюжет до конца получилось вот так вот такие две баночки остываем оставляем остывать а вот так мы снимаем наши шуточные видео я не хочу ни разговаривать не шевелиться их вильник торбать дайте мне просто денег и я гейтаса 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 гейтаса